Производство, балансировка, отгрузка на склад и дальнейшая транспортировка. Все это в одном месте, как факт полной самостоятельности предприятия, которое расположено в республиканской столице. Техническая площадь распределена на цеха и оснащена соответствующей производственной мощностью. Городское предприятие стабильно работает на весь регион и планирует выйти на межреспубликанское взаимодействие. И это совсем не амбиции, а прописано в нынешних экономических условиях стратегия развития. Основная специализация – ремонт колесных пар, железнодорожных вагонов. Действует на предприятии ТЭК крупных станка, который занимается оточкой колесных пар и их монтажом. На предприятии поработает 70 человек, и у предприятия есть большие планы по развитию. Они стоят на месте, постоянно закупается новое современное оборудование. Используются любые механизмы, в том числе и фонды промышленности, в том числе и участвуют в наших городских грантах на модернизацию оборудования. Используют все необходимые механизмы для того, чтобы развиваться. Ну, я думаю, что за предприятием большое будущее, потому что, если говорить про реструктуру железнодорожного транспорта, вы все прекрасно знаете о том, что строится второй путь, и объем грузовых перевозок у нас будет только возрастать, соответственно, будет возрастать в том числе и фронт ремонта работы. Один из показателей надежности производства – минимальный, а то вовсе нулевой процент брака. Массивное железнодорожное оборудование проходит дополнительный контроль качества, и при выявлении дефектов отправляется на специальный станок, чтобы исправить недочет. Общий же объем выпускаемой продукции – месяц более 2000 колесных пар. Объем удалось увеличить еще в прошлом году, когда произошли экономические изменения. Также сложившиеся условия прошлого года позволили предприятию перейти на российское оборудование. Если брать цифру в разрезе 10 месяцев, 2022-2023 год, то мы прибавили порядка 900 вагонов. Это очень хорошая цифра, мы на месте не стоим и будем развиваться. В перспективе открытия ТОР станции Хоных – это еще порядка 200-300 вагонов в месяц. У нас вышел, как я уже говорил, из строя станок с импортным оборудованием, и нам пришлось замещать нашим российским оборудованием. Мы это нашли, успешно осуществили и на данный момент производим монтаж. Устанавливаем его при помощи наших специалистов, в том числе с нашего института Сабакана. Готовы оказать поддержку и Министерство экономического развития республики. Отрадно видеть, что меры государственной поддержки, они работают. Правительство настроено капитализировать и дальше фонд развития промышленности и призываю нашу промышленность активнее пользоваться мерами поддержки, которые можно будет увеличивать, если они будут востребованы. Более подробно о том, как организовано такое производство, расскажем в следующем выпуске программы «Сделанного Бакани» в среду 8 ноября. Константин Аникин, Андрей Ралов, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok